На данный момент кромка льда на Енисеи находится в 1097 километрах от Дудинки. В прошлом году ледоход был гораздо ближе, в 780 километрах. Так что пока информация о раннем ледоходе не кажется правдоподобной. Чтобы предотвратить заторы, 13 и 14 мая на Енисеи будут прокладывать специальные прорези. В первый день в субботу с 20 часов ледокол Таймыр будет работать на протоках Ситковской и Грибановской. В воскресенье в районе островов Никитинский и Фунтусовский. Предприятиям и частным лицам, ведущим хозяйственную деятельность на Енисеи, рекомендуют убрать имущество со льда. В Норильске отпраздновали День Победы. 72 года назад завершилась Великая Отечественная война. Она длилась без малого 4 года и унесла, по последним данным, более 40 миллионов жизней. Почтить память погибших, выразить благодарность тем, кто воевал или трудился в тылу, на площадь памяти героев пришли сотни горожан. Торжественное мероприятие 9 мая прошли во всех районах Норильска. В них приняли участие около 12 тысяч человек. О праздновании Дня Победы расскажет Екатерина Луцев. Главный праздник страны уже по традиции начался с шествия бессмертного полка. В этом году по числу участников акции побит абсолютный рекорд. В общероссийской колонии прошлись почти 8 миллионов россиян. Это на 2,5 миллиона больше, чем в 2016-м. В Норильске акцию памяти поддержали около 7 тысяч горожан. Герои Великой Отечественной войны, победившие фашизм, благодаря своим потомкам, снова встали в строй. Портреты своих дедов и прадедов по главной улице Норильска провезли внуки и правнуки. Я несу портрет своего дедушки Нефатова Ивана Никифоровича. Про дедушки. Про дедушки, да. Он был рядовым в армии. Несу, потому что помню. И потому что нужно помнить. Всегда, потому что они дали нам жизнь. Бессмертный полк, прямой и жизнью память. Бессмертный полк, поверь мне, мальчик, память. Бессмертный полк, безерния, русами. Бессмертный полк, бессмертный полк. По центральной улице города Бессмертный полк направился в площади памяти героев. Здесь прошло главное торжество празднования 72-й годовщины Великой Победы. Объявляется минута молчания. КОНЕЦ Парадным маршем по площади памяти героев прошли около 200 человек, военнослужащие сотрудники ГУФСИН и МЧС. В праздничной колонии и военная техника времен Второй мировой войны, а следом бессмертный полк. Портрет своего деда с гордостью пронес и глава Норильска Олег Курилов. С годами воспринимаешь это совсем по-другому. Ты просто понимаешь ответственность, на самом деле, какая была перед теми людьми, кто и на фронте, и в тылу, и, в общем, кто выстоял, по большому счету, и выиграл эту войну. В Толнахе основные праздничные мероприятия прошли на площади Победы. Великая Отечественная закончилась 9 мая 1945 года, но Вторая мировая продолжилась на Японском фронте. Там воевал Василий Пашинов. В 1945 год мы День Победы встречали в землянках. Кормили нас кашей в этот день хорошо. Радовались мы. Ну, в сентябре месяце нас погрузили в телятник и повезли на восток. В этом году в Рудной столице впервые в праздничную колонну встали автомобили и квадроциклы, стилизованные под военную технику. На площади работали не только полевая кухня, но и полевая почта. Пожалуйста, возьмите, поздравьте своих близких. Только достаточно надо плеить одну марочку и отправить по почте. Я думаю, что им будет очень приятно, как былые времена. Не обошлось без новшеств и в Каиркане. В районе изменился маршрут движения праздничной колонны. От улицы Надеждинской по Шахтерской до Мемориальной площади слава подвигам народа. Каирканцы впервые возлагали цветы к стелле, установленной в честь воинской доблести и ратных подвигов соотечественников. Мемориал открыли в сентябре 2016. По некоторым данным, потери Советского Союза в Великой Отечественной войне составили более 41 миллиона человек. Но данные эти не окончательные. И вряд ли когда-нибудь мы сможем узнать точную цифру. Ведь до сих пор в пропавшем без вести числятся миллионы. Поэтому победа это действительно великая, как и подвиг, который по прошествии времени никогда не должен забываться. Возможно, в этот самый момент родственники Егора Кулика оплакивают потерю. Штендер с изображением их защитника сегодня подобрала неравнодушная норильчанка. Надежда Богданова гонит от себя плохие мысли. Женщина надеется, что этот портрет остался на улице случайно. А то кому это было выдано? Именно вот этот вот портрет кто нес? Сейчас штендер с изображением участника войны находится в нашей телерадиокомпании. Если родственники найдутся и захотят забрать портрет домой, адрес ГТРК Норильск, набережная Урванцево, 10. 11 мая. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер северный с переходом на южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 13-15 градусов, днем минус 1-3. Первый этап благоустройства набережной озера Долгого начнется в июне. Об этом сообщили в городской администрации. На пустыре рядом с солнечным проездом работы начнутся, как только сойдет снег. Будут демонтированы опоры освещения и металлические строения, начнется планировка. Далее производят отсыпку территории и проведут электрический кабель. К Новому году именно здесь должна будет стоять главная городская елка. Муниципалитет уже подготовил проектно-сметную документацию, осталось найти подрядчика. Определение подрядной организации будет осуществлено двумя этапами. То есть, те 68 миллионов, они разбиты на подпрограммы за счет средств местного бюджета. В 18-м 963 это за счет одной программы и остаток за счет другой программы. То есть, будет одновременно проведена процедура определения подрядной организации, но уже кто выйдет на рынок. На самом-то деле, конечно, еще раз повторюсь, в аукционной документации пропишем жесткие требования подрядной организации. Завтра из Норильска в ряды Вооруженных сил России отправятся еще 30 новобранцев. Весенний призыв в разгаре. О его особенностях и о том, как будут возвращаться домой демобилизованные солдаты, пойдет речь в программе «Текущий момент». В прямом эфире на вопросы телезрителей будет отвечать военком Норильска Валерий Нестеров. Смотрите сразу после выпуска новостей на телеканале «Россия-4». В руки педагога Норильской детской школы искусств попала книга с фотографиями. На первый взгляд ничего необычного, разве что датируется издание победным 1945 годом. А сам материал на иностранном языке. Эту книгу Елене Кикась прислала ее подруга из Дании. Теперь педагог школы искусств с гордостью показывает реликвию своим ученикам. Почему об этой книге важно знать каждому современному человеку, расскажет Маргарита Батыченкова. Шесть лет, шесть кровавых, полных слез, отчаяния и борьбы за жизнь лет. Вторую мировую войну до сих пор с содроганием вспоминает весь мир. Но только рассказывают о ней теперь по-другому. В руках у Елены Кикась уникальная фотокнига, изданная 72 года назад. Но в первую очередь примечателен не возраст этого альбома. В наше время, когда нашу историю переписывают на свой лад, очень важно рассказать детям, как действительно происходили события в Великой Отечественной войне. И кто действительно освободил всю Европу. Вот об одной такой истории и описывается вот в этой книге, которую написал Вильям Йенсен. Это датский писатель. «Русское время». Так жители датского Борнхольма назвали те 11 месяцев, в течение которых русские военные находились на острове. Нет, нельзя сказать, что европейцы встречали освободителей с особой радостью. Но в том, что именно советские войска прогнали фашистов с острова, сомнений нет. Доказательства в этой книге. В ней десятки документальных снимков, под ними пояснения. Для примера несколько цитат. «Очень молодые, очень застенчивые». Это про русских амазонок, девушек военных. А вот свидетельство того, что русских, может, и побаивались, но уважали. На смотре войск лично присутствует датская королева. Одними из первых в России уникальные снимки увидели ученики Елены Кикоть. Каждый подметил какую-то деталь. Русский солдат, как на удивление пишет сам автор, они быстро выучили датский язык и общались с народом. То есть это говорит о том, как мы открыты к сотрудничеству с другими людьми. Наши русские устраивали для других людей концерт, чтобы их обрадовать, что война наконец-то закончилась, немцев больше не будет. Еще одна интересная деталь. Датчане удивлялись, с какой теплотой красноармейцы относились к животным. Придели собаку, выходили лошадь. В целом жители Борнхольма были рады знакомству с представителями сильной и поразительно выносливой армии-освободителя. Об этом в 1945 году говорили сами датчане. Возможно, однажды настоящую историю Великой Победы вспомнят их. Маргарита Батыченкова, Сергей Карпов, Вести. Мечта, красота, балет. Все это в новом фильме режиссера Валерия Тодоровского «Большой». Завтра всероссийская премьера. В Норильск фильм приедет на день позже, в пятницу. В главных ролях Маргарита Симонова, Александр Домогаров и Алиса Фрейнлих. Это история восхождения молодой провинциалки Юлии Ольшанской на большую сцену. Жизнь девушки меняется в один момент. Ее замечает бывший артист балета Потоцкий и пророчит ей будущее солистки главной сцены России. Однако для того, чтобы засверкать, даже самому красивому алмазу требуется огранка. Путь на легендарные подмостки Большого театра для Юлии лежит через балетную школу. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения. И главная героиня на собственном опыте убедится, что большой балет – это не только белизна пачек, золото-ложь и скольжение шелковых лент. Большую премьеру с нетерпением ждут в родине. Первый сеанс в Норильске начнется в 16.20. На первой неделе будет три сеанса в день. Достаточно хорошее время. Это 16.20 в районе 18 часов и 21.30. На второй неделе двумя сеансами в день в весеннем и осеннем зале в районе 17-18 часов. То есть мы постарались сделать так, чтобы все жители нашего города, которому этот фильм был бы интересен, могли бы его увидеть. Продолжение следует...